Наглядеться на новогодние игрушки от мастерицы из Нарьинмара Елены Калининой невозможно, словно живые. Миниатюрные мальчики и девочки – лучшее украшение для елки. О творческом человеке и его необыкновенном увлечении в нашем следующем материале. С подснежниками, из сказки 12 месяцев. Сказочная пачерица, как живая, даже юбочка на ее костюме будто шевелится от зимнего ветра в лесу. Увлечение игрушками в необычной технике пришло героине нашего сюжета около пяти лет назад, когда на чердаке дома, который она купила, обнаружился старенький Дедушка Мороз из 50-х годов прошлого столетия. Он был сделан из ваты, мне было интересно. Я его распотрошила и потом реставрила. Он был поврежден очень. И я подумала, это же интересно. Нашла в интернете девочек, которые этим занимаются. Поехала сначала на одни курсы. Дальше больше Елена раз за разом начала постигать премудрости хендмейда, поддерживать связь с другими рукодельницами. Вот мой первенец. Это я ходила на мастер-класс свой первый. Он такой еще немножечко несуразный, нету форм. Это первый мой мальчик, который я сделала, когда вообще еще ничего не умела. Кстати, зовут этого красавчика Иванка. В работы Елены влюбляешься сразу, как говорится, с первого взгляда. А вот этот молодец Данечка. Мастерица признается, что он ее фаворит. Этого мальчика очень-очень люблю. Он такой тоже новогодний, деревенский такой мальчишечка. Его как-то зовут? Я его Данечка называю. Просто Данечка. А еще эти игрушки не бьются и считаются экологически чистыми, потому что сделаны из абсолютно натуральных материалов. Вот вата льняная. Вот эта льняная, это хлопковая. Специально я заказываю, конечно. Можно из простой ваты делать, но я уже перешла немножко на другой уровень и не заказываю. Вата клейстер из крахмала делается. И больше ничего. Каркасик из проволоки. Все, экологически чистая игрушка. На изготовлении куколки в среднем уходит до пяти дней. Самый длительный процесс в создании игрушек с ушком. Из проволочного каркасика, обмотанного ватой и нитками, рождается тельце. Потом появляется лицо. Елена лепит его из глины, а затем раскрашивает. Поэтому каждая кукла не похожа на другую. Даже вместо клея мастерица использует крахмал, а после уже одевает. Благодаря специальной технике удается передать даже движения. Куклы не статичны, а кружатся в танце, идут по своим делам. И каждая из них с харизмой даже в этой крысе, символе одного из прошедших годов, чувствуется характер. У меня нет такого, что я именно буду делать такое. Единственное, что исключает случаи, когда делаю на заказ. Да, там дают картинку или что-то, открытку часто, старые открытки. Многие хотим именно такого человечка. Тогда на заказ я делаю именно по какой-то уже эскизу. А сама, когда я делаю, я просто… Сегодня у меня такое настроение. Вот она такая лохматенькая, игривая, с шишечками. Тут я была более спокойна. Она получилась просто девочка с косичками. Сейчас Елена создает серию «Утренник». По ее задумке игрушки будут выглядеть, как воспитанники детского сада. В тематических костюмах и даже с бумажными масками на лицах. И масочки будут, вот, лисички, вот маленькие масочки мы тоже делаем, как в детском саду. То есть ее нужно будет снимать? Да, она будет на резиночке, как в детском саду мы делаем маски девочкам. Это она. Кроме того, в творческой копилочке кукольных дел мастерица – специальные игрушки, которые можно сделать вместе с детьми на мастер-классах. Их особенность – они круглые, как шарики, и тоже абсолютно из экологичных материалов. Кроме елочных украшений, Елена делает фигурки медвежатка дню всех влюбленных и пасхальных кроликов. Делаешь с душой, время же не замечаешь, как оно идет. Кавалер с кулечком апельсинов – девчушка с бараночками от мороза румяная. На валеночках мальчиша-кибальчиша даже снежок. Невероятные игрушки и образы, которые создает Елена, пользуются популярностью. Поклонники ее таланта есть за рубежом. А теперь и среди нас.